значит у нас сегодня утро 24 порядка 8 20 утра макеевка ночью был нанесен по макеевке мощный hard удар пара залпов очень плотно где-то в час небольшим ночи у нас на третьем этаже база вы вынесло окна скатили с кровати выслали досмотровую группу это где-то 350 300 метров от макеевской базы нашли думаю что не по нам но результаты впереди сейчас посмотрим что за калибр работают минимум 152 может даже пионом за не пи может быть вместе 3 миллиметра теоретически окажется 152 все-таки прям посередку дороге бегло аккурат с померяем размера где-то здесь недалеко андрей еще один плюхнулся они говорят прям отсюда недалеко наверное ближе к этому к заброшенному завода ох как хорошо где пилот а может и 203 андрей ричадович это шоку это заглубленный что ли он плюхнулся хорошо отлично прошло потому что да как запись идет оттуда что у нас оттуда где наш компас так они могли 152 и приплюнуть через весь донецк это могли быть укропы все-таки не наши есть мнение что тут наши могли лепить бой хорош горя блядь вызвать рукомаха не были отчеты маша что ну стоит сбоку и стоим и контролируем них руками махать снаряд рвется вот так что у меня ощущение что он влетел вот так вот так да боря блядь азартный нахуй ты тут нужен регулировщик подержи жезл возьми не тычь меня стволом автомата это дурная привычка кто тебя научил так ходить с оружием голову оторву что ты тычешь на себя у тебя ж наверняка патрон в патроннике сейчас есть нету куда-то где-то оно еще легло ну по-моему где-то там они говорили в стороне где-то по лесопосадки не видно здесь вы конечно сейчас слева если бы легло поломала бы здесь основательно а может и нет не тычь меня стволом поставь его наверх и ходи вон так нет вопроса вон возьми иди сколько хочешь учишь учишь ничего не помнят а запроси второй взрыв справа от дороги или слева на каком удалении от первого который посредине где они там видели там запах серый еще сильный дальше смотрим заброшенный завод сколько заброшенный а бойцов засланный казачок паскудник смотри работает трансформаторы гудят во всех высматривали убирали прощупывали на потом подобный снаряд прилетел вот оттуда вот оттуда стреляли блять с этого нахуй старая дешевская сторона и тем более пролетела точечка блять ураган это не ураган был это 152 152 там причем он заглубленный замедлением сработал а как она так заглубилась извините меня прямо проломила это самый посмотри там же хорошая подушка насыпана то не просто асфальт что такое внутри мы через пять минут у нас группа была мы 400 метров отсюда наша база мы через пять минут были что ты лаешь собака собака такая собака а где вторая воронка то хоть нашли еще тут нету не может да это сама не вчера ночью нашли но говорят что она в стороне от основного взрыва сейчас мы наших спросим вторую нам нашли вчера но в темноте не стали осмотреть нет она не на асфальте нет не на асфальте они горели в стороне скорее всего куда-то сюда надо достучаться борь связи не что не докричаться до с нашими с этими сархаровцами на базе пробуем аж отсюда добьешь 25000 киловатт я не знаю что там не буду не знаю когда я не пухнуй все эти рейки вверх вы пролечете вы уже блять штука ты линти на твои цапки блять как си пальцы это ты про кого говоришь а кто такой угрюмый это скорее всего свои мы приехали 4 дня назад я себе подарочек не успели победить уже разборки начались вот где эта вороночка ну эту воронку я еще недели полторы назад это за вашими королями этот вечный огонь но на мужчина с обманом когда прилетел подарок он вот и я думаю что мы здесь уже ничего не найдем с тобой или попытаемся найти осколки я тебе говорю такую деталь нашли вот такая вот забрал она вся туда вошла могли укры быть ураган достанет что собака найди нам осколок найди нам осколок боря попробуй докричись до наших все-таки позвони на худой конец тебя деньги на телефоне есть позвони пускай сориентируют относительно этого этой воронки которая на асфальте где еще одну ночью вчера видели ты понимаешь любого Это не снаряд, поверь мне. Было 10 взрывов. Мне звонили, блядь, значит... Пускай сориентирует нас касательно первого взрыва посреди асфальтовой дороги. Где? Ближе к базе. Слева, справа от дороги. Надо туда. Оно где-то прям недалеко было. Они сразу нашли на машине второе место. Блядь, Боря, и нахуй жми руками! Боря, тебе что не ясно? Тебе задача была нарезана звонить? Хули ты машешь руками, блядь? Берешь телефон, звонишь. Не надо этого, блядь! Блядь, регулировщик, блядь. Хуй его знаю, блядь. В той жизни гаишником был, судя по всему. Ёпта. Нету нихуя, блядь. Никаких осколков нет, ничего не видно. Ни хер, ни фига, короче. Они не считают нужным сообщение. сопли текут ручьем я ничего не сделает совет советская постройка там перед перекрытия железобетонные ну чё сказали ближе до дальше слева справа липецкий может и есть не знаю настолько сейчас без пришлых новых набирают какие-то лица в коридорах я их не знаю они не знают не могу тебе сказать может что и есть по нашей что я уже испугался все пошли и где вторая а вообще на той стороне пошли домой я вообще завтракать хочу